Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о книге пророка Езекииля, мы сейчас обратимся к 20 главе. 20 глава довольно длинная по объему. Ну, в общем, начинает целый пространный цикл обличений Израилю. Эти обличения, собственно, произносятся не для того, чтобы израильтяне ужаснулись. Они и так уже во время Вавилонского завоевания и изгнания, депортации в плен ужаснулись так, что дальше некуда. Но для того, чтобы объяснить правду, справедливость Божью. И как Бог видит вот всю эту историю. Поэтому, собственно, начинается такое достаточно подробное перечисление. Вот в седьмом году, в пятом месяце, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа «И сели перед лицом моим». Весьма вероятно, что это как раз примерно время, когда был разрушен Иерусалимский храм. Вот они пришли и сели и молча сидят перед Изекиелем и ждут, что им Бог скажет через пророка. А Бог говорит «Не дам вам ответа». «Не дам вам ответа». «Хочешь судиться с ними, сын человеческий?» «Ну, тогда вот выскажи им мерзости отцов их, если ты хочешь судиться. А я им ответа не дам, говорит Господь». Обратите внимание, кстати, сразу вот на что. Здесь идет речь о мерзостях отцов, которые ты должен высказать этим людям. Всего лишь страницы раньше, позапрошлой, в 18 главе. Мы видели, что Бог говорит о том, что мерзости отцов не влияют на судьбы детей. И заслуги отцов не влияют на судьбы детей. Каждый отвечает сам за себя. А здесь он возвращается, ну, Изекииль, по крайней мере, возвращается снова к обычной, понятной ему самому и людям логике. «Выскажи им мерзости отцов их». Вот это история, так сказать, совместной жизни Бога с израильтянами. «В тот день, когда я избрал Израиля и поклялся вывезти их из земли египетской, я сказал им, не осквернете себя идолами, но они возмутились против меня. Стало быть, вот в земле египетской уже израильтяне поклонялись этим самым идолам, я сказал, и залью на них гнев мой. Но, говорит Бог, я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами». Значит, объяснение того, почему тогда же в Египте Бог не покарал этих самых отцов израильтян, «возмутившихся против него, вот потому что, чтобы имя мое не хулилось перед народами. Я обещал им, что я их оттуда выведу и выведу. Пусть народы не думают обо мне, что я не верен своим собственным обещаниям». Дальше Господь говорит о том, что я вывел их из земли египетской, дал им заповеди, объявил постановление, постановил субботы. Но опять, дом Израилев возмутился против меня. И снова око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. Значит, на самом деле, дальше мы увидим, что вот прям все по кругу. Отступили, поклонились идолам, надо было бы уничтожить их, но Бог пожалел и не сделал этого. Они там возвратились, отступили, поклонились идолам, и вот так по кругу это все происходит раз за разом. И Бог говорит, я говорил сыновьям их в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших. Вот, оказывается, идея 18 главы здесь входит в логику повествования. Бог говорит, я обращался к потомкам, к сыновьям, тех, которых отступили от меня в пустыне. Живите по-другому, не так, как жили ваши отцы в подлости. И предательстве. Но и сыновья возмутились против меня. И я сказал, и залью на них гнев мой. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами. Снова, чтобы люди знали, что Бог верен и не расторгает договоренностей, скрепленных его именем. Вот ради этого они спасаются, избавляются, прощаются Богом, эти самые израильтяне. Поступил ради имени моего, чтобы имя не хулилось. Много раз повторяется это выражение, и еще больше повторяется эта мысль. Кстати, еще тоже, заметьте, неприятная идея. Но, тем не менее, вот, скажем, в 18 стихе Бог говорит израильтянам в каком-то из поколений. Вот ваши предки, ваши предыдущие поколения поступали плохо. Вы себя тут бьете пяткой в грудь и рассказываете, какие вы традиционалисты, завещанные предками, там и прочее, прочее священная держава. И все будем делать, как делали предки. Предки, предки, которые там победили, то победили, и все. И мы будем такими же. А они выжили, эти предки, только потому, что Бог пожалел их. Бог говорит, не поступайте по их правилам. Вот бывают в жизни моменты, когда надо отказываться от наследия предков, потому что это наследие предков завело в ад. Вот бывает так. Традиции, какие бы они ни были, не абсолютный и не безусловный авторитет. Путь к Богу, путь правды Божьей, очень даже может, очень может предполагать решительное отречение от правил, по которым поступали отцы наши. Это важно понимать. Вот 18 стих 20 главы. Теперь, дальше, Господь еще говорит, что и когда я привел потомков этих людей в землю, которые обещал дать им, они тоже, высмотрев всякий высокий холм и высокое дерево, стали заколать там жертвы свои и ставили оскорбительные для меня приношения. Оскорбительные, понимаете? В глазах этих людей, израильтян. Вот есть их Бог, которого они принесли с собой, придя в эту землю. Тут есть еще свои местные боги, еще какие-то. Ну и всем в той или иной степени принято приносить жертвы, воскурять фимиам, вот что-нибудь такое, песни какие-нибудь петь красивые, взунывные. Ну, хорошо, все боги в этом смысле примерно знаковые. Но Бог-то один. Настоящий-то один, а все остальное чушь. Понимаете, с точки зрения какого-нибудь, прости господи, ваала, несуществующего ваала, которому поклоняются хананения. Ну, поскольку он не существует, то ему и все равно, кому еще кто, чего, где, как поклоняется. Но если Бог настоящий, он один. И он-то знает, что остальных не существует. В лучшем случае. А в худшем случае это бесовские наваждения вообще-то. С язычеством такая вещь. Магия всегда либо предельно глупое поклонение несуществующему, либо поклонение врагу рода человеческого. Понимаете? По-другому не бывает. И каково это Богу? Вот Бог говорит, оскорбительные для меня приношения свои. Оскорбительные. И, в общем, много слов сказано пророками для того, чтобы мы могли понять вот эту оскорбительность. И поэтому Господь говорит пророку, не оскверняете ли вы себя, по примеру, отцов ваших, не блудодействуете ли вслед мерзостей их, принося дары ваши, вы оскверняете себя идолами вашими. И еще говорит Господь, хотите меня, чтобы я вам отвечал, хотите меня спрашивать? Не дам вам ответа. Нет. Нет. Бог не будет разговаривать с теми, кто ставит его в один ряд с заряженной из телевизора водой, чудодейственными ниточками на руке, 18 раз переписанными письмами счастья, еще заодно почитанием каких-нибудь перунов. Вот тут вот в ту сторону у нас лес, и там собираются эти перуно-чтители. Бог не разговаривает с теми, для кого он одна из форм магии. Бог не бывает одним из объектов поклонения. Или он один, или не дам вам ответа. Вот прям жуть, правда? Потому что, так если честно на себя смотреть, то ты понимаешь, что вообще непонятно, когда нас слово-то Божие дошло. Потому что мы все время поклоняемся идолам. Вот, тем не менее, Бог говорит, если так, не буду с вами разговаривать, не дам вам ответа. Нравится это людям или нет? Бог имеет право так сказать. Еще одна важная очень тема в следующей части главы, вот какая. Насколько можно судить? Угнанные из Иерусалима иудеи. Думали, ну, все, с заветом ничего не вышло. Мы облажались. Мы не смогли построить государство. Мы оказались предателями веры. Нарушили завет. Бог на нас обиделся. Оскорбительные приношения. Не дам вам ответа. Он не хочет нам рассказать. Ну, будем как все. Как все народы. Примем тут веру в Вавилонин. Что было, кстати, довольно выгодно, потому что, ну, там позволяло как-то немножко облегчить свою участь. Там своеобразная была правовая система, в частности, да, для переселенцев в Вавилонин. Ну, мы ли в тех народах, какие будем? Ну, будем как они. Ассимилируемся. Будем как все народы. На что Бог говорит? Нет, ребята. Это не получится. Это не получится. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Раз, не получается вот у нас с Богом. Слишком непосильные требования. Господь говорит, приведу вас в пустыню, там буду судиться с вами, проведу вас под жезлом и введу вызов завета. Потому что я-то не предавал завета, говорит Бог. Я-то его не предавал. И вы, Дом Израилев, идите к идолам своим, если меня не слушаете. Но не слушаете. Но тогда не оскверняйте моего имени своими дарами. Ну, то есть, переводя на простой язык, если вы хотите поклоняться идолам, поклоняйтесь. Но тогда не поклоняйтесь мне. Но тогда я буду вести вас под жезлом в пустыню, чтобы ввести вузы завета. Потому что я от вас не отрекся, хотя вы отрекаетесь от меня. Вот такая вот логика. И тогда, говорит Господь, на моей святой горе будет служить мне весь дом Израилев, потому что я уведу вас в пустыню и верну в землю Израилеву. Вспомните там о путях ваших и возгнушаетесь самими собою за злодеяния ваши. Снова вот Бог говорит о том, что для покаяния, для возвращения к жизни, для возобновления завета необходимо, чтобы мы возгнушались самими собою за злодеяния наши. Устыдились, возгнушались, не делали вид, что у нас в истории и в биографии от победы к победе путь. Нет, возгнушались самими собою. Это не только, понимаете, ну вот, конечно, до некоторой степени призыв к покаянию, это политическая идеология тоже, но не только. Вот Бог говорит о том, что это надо, возгнушаться самими собою. И узнаете, что я Господь, в чем именно они узнают, что он Господь? А вот, когда буду поступать с вами ради имени моего, а не по злым вашим путям. Таким образом, собственно, Бог познается, как Бог-властитель, Господин, когда он поступает не по законной справедливости, по путям вашим, а ради имени моего. И вот, собственно, это основной смысл того, что говорит Господь через пророка в 20 главе. Но, кроме этого, еще здесь не вполне вразумительное некоторое пророчество о землях, лежащих к югу от Вавилона. Собственно, это Палестина, конечно, хотя не напрямую, а через пустыню. Там прямая дорога идет через пустыню. Вот Бог говорит пророку, из реки некоторое пророчество в южную сторону, на лес южного поля, и где говорится о том, что «Я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее». Весьма вероятно, что речь идет о истощении народа, оставшегося в земле израилевой, о дальнейших пленениях, угонах, депортациях, депопуляции, вот о каких-то таких вещах, и это более распространенное толкование. Хотя нельзя исключить, что речь идет и о некоторых политических или военно-политических событиях в пространстве между Вавилоном и Египтом, о которых этих событиях намек для нас оказывается слишком непрозрачным и нам трудно восстановить это. Так или иначе, вот этот образ огня, который Бог зажигает, чтобы очистить для другой, для новой жизни некоторое пространство, он тоже в дальнейшем контексте оказывается важен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok